Катамараны, подходим, интересуемся. Земля! Земля! Вот она, вот она, тверденькая! Мужики, а чего случилось-то? Человек! Человек! Говорящий человек живой! Да блин, а чего с вами? А мы две недели только с чайками общались. Вам что, плохо? Он только что, между прочим, с вами поздоровался. Мы за две недели их язык досконально выучили. Слушайте, да мне плевать, что вы там выучили, но берегом вы ошиблись. У вас вон все педали есть, руль работает. Это не мой катамаран. Да мы знаем. Мы его в Турции на прокат взяли. В Турцию? Ага. Мы деньги на обратный билет пропили. У нас осталось только двадцать баксов. А за двадцать баксов в Турции столько катамаран взять и можно. Ага. Не, ну как мы с турками, конечно, сторговались за пятнадцать, а на пять баксов, о, магнитики взяли. Молодцы. Так это вы можете скорую вызвать? Не, не, с вами все нормально уже. Вы нашему Саньке, другу, скорую вызовете. Зачем? Он вообще все подчистую пропил и из Турции на матрасике плывет. Километров триста отсюда. Есть пивко холодное. Есть трезвивен. Магнитик возьмешь. Жалко вас не жди, конечно. Двадцать пять. Здравствуйте. Вы терапевт? Да. Что, собственно, вас интересует? Заходи быстрей. Что ты шаркаешь? Иди. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Вот привела. Ну, что вас беспокоит? Дело в том, что… Что ты мямлишь? Что ты мямлишь? Всю жизнь он мямлит. Рассказывай доктору все. Доктор, у меня, у меня, у меня болит… Что ты мямлишь? Что ты мямлишь? Он все время, он, доктор, мямлит. Так и скажи, доктор, у меня болит в правом боку. У меня болит в правом боку. Я это уже сказала. Говори доктору, колет под ребром. Голубушка, давайте, может, дадим возможность самому больному высказаться? О, даже доктор говорит, что ты больной. Вот говорила мне моя мама. Я не хотел… Что? Что? Если ты хоть слово сейчас скажешь про мою маму, я тебе как звездану. Я не хотел, я хотел… Да, да, ты не хочешь и не хотел никогда и не можешь. Вот скажи доктору, когда у нас последний раз было, а? Признайся. Это здесь причем? У меня от него просто… Боже, доктор, у меня от него поднялось давление. Помогите. Давление, давление там уже очень серьезно. Давайте сейчас сделаем… Уколчик. Вот так хорошо. Хорошо же. Раз. Господи, спасибо тебе. Неужели я свободен? Голубчика, вы особо не обольщайтесь. Просто спит. Просто спит? Да. А сколько это продлится, доктор? Думаю, часик у вас есть. Часик? Нет, я за часик не найду даже паспорт. А можно ли это как-то продлить? Ну, в принципе, возможно. А на сколько? А можно безлимит. Безлимит. Голубчик, я, конечно, с удовольствием бы помог вам облегчить вашу жизнь, но безлимит, я думаю, не понравится полиции. Да вы что? Они наоборот вам премию выпишут и грамоту вручат. Она же, когда просыпается, такая буйная. Я вам верю, голубчик, но все-таки безлимит невозможен. Максимум три часа. Так, три часа. За это время я смогу найти паспорт и улететь. Да. Спасибо вам, доктор. А, голубчик? Да. Что? Я не понимаю. Двести баксов давай. Доктор, вы что? Ну, посмотрите, где я, а где баксы? Ну, ладно. Просыпаемся, голубушка. Все, все, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вот. Это за наркоз, а это за ущерб. Спасибо. А за какой ущерб? А она проснется. Вы сами все поймете. Подождите. Остановитесь! Свобода! Что это было? Ну, сквозняк. Гоня! Тихо-тихо! Егорушка. Че? Ну что, давай это. Че это? Ну, это. А, а что, суббота сегодня уже? Ну, давай. Давай не так. Ну как? Ну, давай как-нибудь по-другому. Поэкспериментируем. А, да, давай, конечно. Пригласим твою подружку, Вальку или лучше Янку. Нет, лучше Катьку, у нее такие. Да при чем здесь мои подруги? Че, вообще обалдел? Так ты ж сама предложила? Нет, я предложила ролевые игры. Какие еще игры? Ну, например, вот у тебя есть же этот комбинезон. Ну? Будешь этим сантехником. Ты, типа, сантехник, а я такая твоя клиентка, говорю, у меня трубы текут, помогите. Вообще-то у меня трубы горят. Ну, ладно, ладно, че. Ты не против, братан? Ну, давай же. Хозяйка! Ну, ку** ты тут разлеглась. У тебя там всемирный потоп. Ты соседей заливаешь, а сама в*** легла и валяется. Ну, не об***ть. Егор, ты чего? Чего? Я только таких сантехников видел. А что? Ой, ой, извините, что врываюсь. Я слышала, у вас тут сантехник. Ой, хорошо, хорошо. У меня там трубу прорвало. Не-не-не, бабуля, а иди-ка ты. Егор, ну помоги бабушке, ну, мало ли. Идемте скорее, заливает же. Заливает же. Жду тебя, мой сантехник. Все. Что? Все. Что? Давай, короче, без этих ролевых игр, ладно, а? Ну, давай в кого-нибудь другого. Ну, одень другой костюм, ну, пожалуйста. Ну, какой? Ну, поищи. Больная, просыпаемся. Ой, доктор. Доктор, ну, на что жалуемся? У меня все болит, все болит. Прям все? Да. Ну, что ж. Давайте уже, смотрите меня. Смотрим, с удовольствием. Смотрите меня, смотрите меня, доктор. Ой, ой. Слышала доктор у вас в квартире. Слава богу. Пойдемте скорее, Никитич мне плохо. Кому? Никитич мне соседки моей. Зашла ко мне на чай такая, хоп, хлобысь там. Да ну вашу, Никитич, ну. Ну, пойди, помоги, она не отстанет. Да идемте же скорее. Плохо ж человеку. Не забудь закрыть потом. Плохо ж человеку. Плохо, я тебя жду, моя Иванович. Плохо ж, плохо ж. Пори, не засней. Хорошо, и к сосну. Ну что, ну что? Да нет, откачал. Пришлось делать дыхание рот в рот. Фу. Все, я больше не хочу никаких игр. И вообще, у меня все желание отпало, я спать. Игорушка, ну, пожалуйста, ну давай, на тебя очень прошу. Да, мам. Ну, надень какой-нибудь другой костюм. Да какое другое? Ну, какой-нибудь, подумай, какой может быть костюм. Да блин, и мертвого говорить не может. Ну, ладно, все, последний раз. О-о-о. Прижмитесь к обочине. Превышаем, гражданочка, превышаем. Приготовьте документы и содержимое халатика к досмотру. Вот, наконец-то, наконец-то в этот дом милиция пожаловала. А я тоже жаловаться пришла. Вот это вот, каждую субботу орет, будто бы ее режут. Чепотка! О-о, ты меня достала. Ой, о-о-ой, игорчик! Муж, ты рада! Ой, о-о-ой, о-ое. Ну, как? Игорь! Пройдемте в отделение! Игорь! Она орет! Убьет же ее! Ну, вот и все. Ты что, ее убил? Зачем убил? Просто пристегнул наручниками к батарее, вот и все. Кстати, вы, гражданочка, если будете оказывать сопротивление, я вас тоже накажу. А я окажу сопротивление? А я накажу. А я окажу. А я окажу. А я окажу. А я окажу. Что ж, я кого-то накажу. Помогите! Блин, вот лучше бы я ее убил. Стой! Я сама. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Я по поводу СМС. Тут произошла какая-то ошибка. Какого СМС? Ну вот, пришло СМС на телефон, что мне явится ваш банк по поводу кредита. А я кредитов сроду не брала. Вы понимаете? Для меня лучше быть голой и босой, чем кредиты брать. Молодой человек. Понимаю. Разрешите, посмотрю? Да, пожалуйста. Так. Знаете, как я и думал, никакой ошибки нет. Как это? Вам имя Петренко Александр Валерьевич о чем-то говорит? Да, конечно, скотина такая, а! В смысле? Да, зять это мой! А, дело в том, что Александр Валерьевич взял кредит в нашем банке, а вас указал как поручителя. А мое согласие где? Секунду. Вот, да, вот, пожалуйста, вот согласие, а вот копия паспорта, пожалуйста. Вот гадина, а! А я думаю, зачем он мой паспорт попросил? Говорит, мама, дайте паспорт, я вам субсидию оформлю, мне без очереди. Ну, теперь он будет без очереди в больницу ходить. Гадина такая. Я вас понимаю, но, к сожалению, вам придется отвечать за его кредит. Да я за него десять лет отвечаю. А он меня то в полицию, то в банк. И много он взял. Ну, достаточно. Ну, вы знаете, он еще ни разу не платил. Вот скотина, а! Ну, увижу – убью. Молодой человек, у меня к вам есть просьба. Не могли бы вы ему позвонить и сказать, что его теща, узнав о кредите, прямо в банке кони двинула? Зачем? Ну, чтобы он быстренько прибежал сюда. А, понимаю, хорошая идея, да. Сейчас… Позвоните, пожалуйста. Так. Молодой человек, сколько прошло времени, как вы позвонили? Две минуты. Странно, задерживается. Неужели ты того? Верю и не верю. Сколько лет, сколько зим. Молодой человек, а зафиксируйте меня, пожалуйста, так сказать, с телом кредита. Я сейчас тебя зафиксирую на твою фотографию на памятнике, гад ты такой. Мама, кадык. Да, я жива, но тебе осталось заживать последние секунды. Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваши разборки семейные. Если вы его сейчас убьете, его кредит придется выплачивать вам. А его оставлять живым никак нельзя. Ну, если вы не сразу его убьете, а сначала застрахуете, тогда будет польза. Большое спасибо за совет. Ну что, зятёк, пошли страховать твою жалкую душанку. Мама, спокойно. Я отец ваших внуков. Да? Да. Ага. Ну я хоть внукам что-нибудь куплю. Хагина, ты такая! Спокойно, мама, спокойно! Убью! Да? Плановая медицинская проверка? Хорошо. Мы вас ждём. Угу. До свидания. Да. А можно? О-о-о-о! Наконец-то не будете на детей перегаром дышать. Ну, Надежда Константиновна, мы... У нас серьёзная проблема. Я знаю. Пиво подорожало. Денег я не дам. Не-не-не, вы не понимаете. Мы по поводу этих пред... По поводу детей. Из детей собирать деньги я тоже запрещаю. Надежда Константиновна, у нас в школе серьёзный вирус. Я знаю симптомы. Сухость во рту и головная боль. Бадун называется. И жертвы всего две, да? Ну вот зря вы так. Ну зря. Ну реально, вирус косит школу. Трёхзвёздочный вирус. И через маску я это уже чувствую. Ну, вы как хотите, Дежда Константиновна, но детей там пачками вывозит. А отвечать за это будете вы. Так что, извините. Мы хотели предупредить вас. Подождите. Вернитесь. А я почему не знаю об этом? Так сестричка ж бежала к вам сообщить. Не добежала бедная, упала. Вот там в коридоре лежит. Боже мой, за что это нам? А что, сестричка, географ здорового бычара, его вывезли. Увезли. Всё, всё. А он мне, сволочь, двадцатку должен был. Вот видите, ещё одна жертва. Спасайся, кто может. Мы же скорую вызовем, а? Да какую скорую вы наружину сможете? Сами спасайтесь. Спасайтесь. Надежда Константиновна, быстрее бегите отсюда. Бегите, не оглядываясь. Бегите. Всё, всё, дядь Митя, не переигрывай. Да я реально шириной подавился. Я уже было, поверил. Но правда по-моему получилось, она даже журнал забыла. Главное, что она забыла вакцину. Вот она. Дядь Митя, она не заметит? В смысле? Ну, что у неё это? Да ладно, ты чего, у неё вон, смотри, грамота есть. Ты чего? А за грамотой, опа. Ах, она зажиточная. Ну, за здоровье. Здоровье-то важно, за него и вон. Чёрт, побери. Журнал забыла. Одиннадцатого. Больные, значит? Лечитесь, да? Ну, вас уже ничего не спасёт. Хорош, дядь Митя, вы скусили нас уже. Да я реально что-то. Значит так, с этого дня объявляю карантин для вас. Будете работать в противогазах. И я каждые полчаса буду проверять баллоны, чтобы вы туда своё сорокоградусное лекарство не добавили. Надежды Константиновна. Иначе пойдёте на больничный, неоплачиваемый, с уколами и клизмами. Ясно? Поняли, поняли. Сейчас мы только для профилактики чукапук. Вы больны, вам нельзя. Марш работать! Ты больной, тебе нельзя. А эпидемия – это реальная угроза. А меня моя уже достала просто. Постоянно за мной следит. Это ещё ничего. Одного клиента жена в квартире на полгода закрыла. Подозревает в измене постоянно. Серьёзно? Блин, как он держится вообще? Ну как, мы ему доставку организовали на дом. Камеры по дому развесили, чтобы он с друзьями мог пить по скайпу. Ага, прикольно. Он, кстати, сейчас на связи. Вон туда, помаши рукой. Эй, привет! Братан, держись, мужики, все с тобой! Здорово, мужики! Как оно, ничего? Нормально. Давай, плесни-ка мне пивка нормального. Какого? Светлого, тёмного, фильтрованного, нефильтрованного? Мужского! Мужского для мужиков пива! Ага, хорошо. А, меня моя дома уже так достала. Ой, да. Ну, ты меня понимаешь, ага. Короче, кто этих баб вообще придумал? Не знаю. Давай за нас, за мужиков! Давай! Ага. Да, давай. Ага. М-м-м-м. А? Вкусненько. А давайте ещё два бокальчика пива. Я угощаю это. А что с голосом у тебя? Да, это ангина с детства была, там осложнение пошло, короче. Ну, ты же знаешь, для горла самое лучшее лекарство – это пиво. О! О! Точно, точно! Пивко! Давай. Ты своей изменяешь? Да нет, не изменяю. Да ладно, что, прям ни разу, что ли, не было, брат? Не, ну она меня и так постоянно подозревает. Не, не изменяю. Молодец. Небось ещё и зарплату всю домой приносишь. От неё скроешь. Найдёт в любом месте. Слушай, прям красавчик. А пойду это, солью. Баки заполнились, во. А, мужской в той стороне? Да, да, я помню, да. Странный какой-то мужик. Да, я за десять лет не таких насмотрелся. Ну чё, мужики, может ещё попивку, а? Да не, я вот допиваю и домой. А, да ладно, ну давай я угощаю. Ну, по душам просто поговорить надо. А? Ну ладно, давай по бокальчику и всё. О! Давай ещё бокальчик. Ага. Давай. Саня, мировой ты мужик. Я тебе говорю, она тебя недооценивает. Вот таких, как ты, вот таких вот, как ты, поискать надо. Кто? Пссссс. Псссс. Псссс. Протан, а? Мне надо выйти, у меня баки полные. А, да, туалет, да. Ты в курсе. Хороша ты. Ладно. Алло, Светка, Светка! Короче, классный у тебя мужик. Вот ты зря на него наезжаешь. Я тебе серьезно говорю. Короче, мы сейчас поедем с ним в стриптиз-бар, и если вот там он продержится, то я ему лично памятник поставлю, да. Ага. Бью. Я прошу прощения, у вас ус отклился. Да? Спасибо за занимательность. А-а-а! А-а-а-а! Саня! Что ж, ты клевый. Правда? Честно, ну я там мой. Жне, к детям. Саня, 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 я угощаю. Ну правда, ну... Не-не-не, все. Давай, брат. Давай. Все. Опа-па-па-па-па. Тихо-тихо-тихо. Чужик. Чужик. Мировой. Алло, Светок. Светуля. Короче, бросай его. Он тебе изменяет. Да, ни одной юбки скотина не пропускает. В общем, разводись. А я за него выйду. Лейтенант Петренко, ваши документы. День добрый. Что-то случилось, я что-то нарушил. Вин ше спрашивает. Да вы летели сто сорок, люди добрые. Что ж вы роботы, люди, люди. Это не моя скорость. Я ехал с разрешенной скоростью до восьмидесяти километров в час. Сержант, смотри, мы с тобой профессора схапали, а? А аптечка у профессора есть? Все есть. А ну. Предъявляйте. Пожалуйста. Аптечка. Шо ж це вы без аптечки ездите, а? А ну, выходьте из машины, будем протокол оформлять. На каких основаниях я должен выходить из машины? А на тих основаниях, шо я власть, а ти говно, поняв? Виходь из машины. Аргумент. Ты важный, выходите. Ты подиви, в нього ше и пистолет. Ребята, давайте все... Так а ну-ка, быстро, быстро руки на машину, я сказал. Бегом. Руки тримать. Ты подиви, я кого взяли Борова. Барибу яму схопили. Так, шо тут у нас? Ага. Успокойтесь. Телефон отжал уже якогось пенсионера, да? Як я вас ненавижу всіх. Кого? Всіх с айфонами. Так а ну стой. А тут у нього не трудові доходи. А люди бедують, а ну-ка тихо. Шо, ти посмотри, цицкий собі подъедал, о, пузо яке. Шо тут у нас, а? Корочка. Корочка в нього. Подивіться шо за корочка. Звонюйте нас, пожалуйста, ради Бога, товариш генерал. Інтересне у вас состоялось знакомство с вашим новым начальником. Пожалуйста, телефон. Ширинку вам застегнуть, чи не надо? Пока нет. Красиві у вас погони, ребята. Пыльні. Петрович, давай так. Спочатку ти мені витягнеш, а потім я тобі. Давай. А потім погони подостаємо. Ага. Пішли. О! 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 На троих! Заходи. Начальник, ты бы меня еще с собой в библиотеку потащил. Кабан, после того, как ты оказал мне сопротивление при задержании, ты еще года 3-4 точно будешь только книги читать. Да я ж не специально, я чисто инстинктивно. Инстинктивно? То есть, ты у нас уже не кабан, а собака получается, да? Да. Здравствуйте. Мне бы продезинфицировать, Ай, сейчас принесу перекись. Спасибо. Парк Шевченко, это рядом. Куда? Слышишь, я из-за твоих дружков не собираюсь какие-то левые замесы встревать, перетопчутся. А я тебя одного не оставлю, ты же бежишь. Ну так пристегни меня браслетами, батарея или лучше той телки. А смысл? Ты ж любой замок за 2 секунды мизинцем скроешь. Ну ты смотри, не перехвали. Вот, пожалуйста. Придумал. Скажите, а у вас есть препарат для наркоза? А, ну да, конечно. И самый большой шприц. А, секундочку. Э, 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 какой шприц? Я уколов с детства боюсь, начальник. Ничего, потерпишь. Да что значит потерпишь? А вдруг у меня аллергия? И я вот тут окочуюсь прямо у тебя на смене. Оно тебе надо? Не надо. Вот, пожалуйста, подойдет? Спасибо. Обойдемся без этого. Фух, чуть не обделался. Точно. Дайте, пожалуйста, слабительное. Самое такое, забористое. Вот. Вот, пожалуйста, сядете, так сказать, и не встанете. То, что мне нужно. Ну вот и правильно, начальник. Посидишь, расслабишься, а я пока на шухере постою, да? Да, только это не мне, это тебе. Пей. Начальник, это неуманно. Выбирай или слабительное, или шприц. до дна, до дна, до дна. Ну ты и зверь. За присутствующих здесь дам. что значит отбой? Ну, значит, нам уже никуда не надо. Так что, я зря вот это вот выдудлил? Ну, извини, кабан, лучше перебдеть, чем переб... Я сейчас тут все перебью. Пошли! Подмога, сразу нужна подмога в аптеку! А деньги? Слушай, клянитесь, а вот если бы я тебе штуку баксов дал, ты бы занимался уринотерапией? Ну, Сэм, ну хорош прикалываться. Это теща придумала, я был против. Вот видишь, я тебе давал штуку баксов, а так ты этим бесплатно занимаешься. Guys, hello, hello. Чё, кто hello, ты как мне назвал? Да ты сам хайло. Да, помолчи ты, это иностранец, чё ты, не слышишь что ли? Они так здороваются. Хиллова вам тоже не хворать. Hello, help me, help me. Ну, давай полиглот, отвечай. Так чё тут отвечать, понятно, что и так, значит смотри, выходишь из здания и go по постриту идёшь до перекрёстка, понял? И там вот увидишь мак и купишь там себе этот свой хэппи милл. Давай. No, not happy meal, help me, помогите. У меня карточки, деньги, документы украли, украли меня. Так с этого начинать надо было. Что же елозишь, непонятно что? Деньги у тебя есть? Украли. Как же мы тогда тебе поможем? No money, no help, understand? Что мне делать? Ну что, ну пойди, он через дорогу там кредиты даёт за 15 минут. Да какие кредиты? У него документов нет. А, братан, ну тогда не знаю. Помогите, пожалуйста, мне нужно завтра улететь домой, а сегодня где-то переночевать, и у меня есть немного денег, вот тысяча юра. О, ну так, тогда, тогда, поможем. Да. Мы что, мы ж братья. Мы вам можем предложить, вот, наш очень современный хостел пять звёзд. Да. Отличный. За эти деньги? Нет, ну так, в эти деньги ещё и включён перелёт домой. Ну, go flying на хаус. Да. Короче, завтра. Tomorrow. Окей, tomorrow. Окей. Окей. Сына? Окей? Да, отлично. Скажите, а питание в вашем отеле all-inclusive? Это ж не Турция. Какое all-inclusive? Тут у нас домашнее питание. Значит, на первое будет позавчерашний борщ, а на второе, ну, на второе, не знаю, что тёща приготовит, то и будет. Турция. Окей. Скажите, а есть в вашем отеле душ? Конечно, есть. Значит, по коридору, по СИЗО идёшь и в конце. СИЗО? What is it? Ну, по отелю, по отелю мимо номеров и в конце коридора душ. Окей. Окей. Thank you. Thank you much. Счастливо. С лёгким паром, как говорится. Алло, дежурный, а соедини меня с миграционной службой. Привет, мужики. Слушайте, задержали тут иностранца, надо будет его депортировать. Как можно быстрее. Не, не сегодня. Ну, на завтра, на утро давайте. Ага, хорошо. Всё, счастливо. О май гад. А где у вас в этом отеле туалет? Ну, как где? Ты в душе был? В душе? Есть. там дырка такая внизу. Видел? Дырка? Есть. Да, вот это оно и есть. Новейшая такая разработка. Душ и туалет в одном. Кстати, работает без воды. Да. Так, а как туда это делать? Да, господи, вот вы люди необразованные. Ну, вот так берешься за ручку, за одну, здесь за мыльницу, вот так садишься в позу орла и погнал, погнал делать дела свои. Вот так вот. Главное, четко встать, чтоб прям туда попало. Да, это важно. Никогда такого не видел. Ну, это как? Конечно, это потому что новая разработка, она еще секретная. Да. Спасибо. Спасибо, ребята. Пока. Сашенька, очнись. Сашенька, очнись. Саша! Саша, очнись! Сашенька, очнись! Саша, очнись! Саша! Где я? У тебя был солнечный удар Все, что не сделала, я сделала солнышко Браво! А где я? Блондинка Какая блондинка? Ну, такая, с виноградинами Что? Ты смотри, на пять минут нельзя оставить Только мы его оставили уже блондинка С персиками, с виноградинами Сашенька, все уже в порядке Ты с нами, со мной и с моей мамочкой Да, да, да Нет, нет Верните меня обратно Доченька, одно твое слово и он улетит далеко и надолго Надолго, надолго Саша, нет! Да! Мама! Мамочка, ты зачем это сделала? Должна я была выполнить просьбу моего любимого зятя Тогда теперь бей меня Чтобы я ударила родную дочь? Да ни за что Я не хочу, чтобы он там в своих фантазиях изменял мне с какой-то блондинкой с виноградинками Не буду Тогда, мамочка, я давно хотела тебе сказать Хорошо, что нас папа бросил Ах ты дрянь такая Извини, малышка, я отошел на секундочку Саша! Вика! Ты что делаешь в моей фантазии? Ах ты, бела-брызала худра! Хочешь моего мужа себе забрать? А ну я тебе сейчас твои козы на кулак на свой намотаю Блин! Не думал, что скажу вам это, Марина Францовна Ну давайте, быстрее возвращайте меня обратно Они ж там сейчас подерутся Фиг тебе, доченька! Я иду к тебе! И фиг с вами! Без вас нормально отдохну Хорошо-то как! Бомба! Бомба! Как зовут, браток? Рома Ой, тебе-то мне не нужно, Рома Контратич сказал, что ты тут самый сообразительный, да? А, да, Контратич в людях разбирается Так, хочешь заработать косарь зелени? Косарь зелени очень хочу заработать А что надо делать? Разобрать машину? Могу разобрать, могу собрать, могу разобрать Могу на время разобрать, как скажете Ты эту машину вообще не трогай руками, ты понял? Понял, не трогать руками Машина новая, с салона Если надо номера на кузове перебивать, то деньги вперед Да не надо ничего перебивать Нормальная эта легальная машина, купил я ее Короче, подарить ее надо любовнице Так у меня нет любовницы, я на работе с утра до ночи, откуда? Не твоей любовнице, а моей любовнице Так а что вы сами не подарите ей? Да потому что жена ревновать будет Она и так только смирилась с мыслью, что у меня вообще есть любовница А тут если она еще увидит, что я ей подарки лучше делаю, чем ей Ну это все капец Короче, ну организую, что типа у вас вот акция, тысячному покупателю там приз автомобиля А, понял, понял, я за такой гонорар могу и Шарикин красиво украсить Не надо ничего к ней вообще прикасаться Понял, не касаюсь, все, да На, просто ключи ей подаришь и все А, понял, кому? Любовнице моей, кому? А, понял, а как я ее узнаю? Ну, она скажет, например, там, проблему у нее с карбюратором на Лексусе А, не вопрос, привозите, Лексус починим карбюратор Да не надо ничего чинить, это кодовое слово А, понял, кодовое слово Лексус? Карбюратор А, понял, карбюратор, кодовое слово Ты точно понял? Понял Какое кодовое слово? Карбюратор Повтори Карбюратор Два раза повтори Карбюратор, карбюратор Не перепутаешь? Нет На тебе залог Да Кодовое слово? трамблер карбюратор карбюратор я я я пошутил соврал все-таки кондратий здорова здрасте очередь большая у меня карбюратор полетел что ты вылупился впервые слышишь это слово карбюратор полетел нет я просто вас по-другому представлю юху поздравляю вас вы тысячный клиент нашего ста правда а то есть ты мне карбюратор бесплатно починишь гораздо лучше вы получаете бесплатно вот этот автомобиль да иди ты правда 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 ой господи вот это вот это да супер куда смеяться где скрытая камера а где где вот это вам пожалуйста правда всего что пользуетесь нашим радость то какая ну и ты заслужил мой приз какой приз я знаю как эти автомобили зарабатываются ничего не я подумал может действительно шарики еще прикрепить поздно ваш подарок уже подарен в смысле подарен а наш она штука пять минут назад из салона красоты выехал наверное пробок не было она уже уехала куда уехала кто уехала моя любовница теперь это моя любовница а вам она передавала привет и свою таврию какую какую-то динаму ключи подарил что нибудь запрещенное с собой везете нет только подарки сувениры вы позволите пожалуйста это что это шарфик который я купила на распродаже это не шарф это хуже удавки на шею вы читали состав тоже сплошная синтетика не вы скажите что вы это купили своему врагу я вас спокойно отпускаю на нет я наоборот купила его для своей мамы вы так не любите собственную мать что готовы купите вот это вы лучше купите у нас хороший шелковый шарфик это же качество да это качество спасибо большое но у меня есть свой что вы что вы сделали ой ой ну вот видите а с нашим шарфиком такого никогда не произойдет потому что качество да хорошо давайте свой сколько стоит 100 долларов сколько 100 да я вот этот в милане на распродаже за десятку купила но видите что с ним произошло хорошо пожалуйста вот хорошо так а вот этим вы наверное собирались травить тараканов нет это любимые духи моей начальницы а я утверждаю что эти можно травить тараканов и сейчас я вам продемонстрирую сейчас вы все увидите сами не кипишите одну минуточку ой закончилась и вот жалко что у нас нет тараканов а так бы вы конечно убедились держите вашу пустую банку и что мне с ней делать ну как же выкинуть мусорку и купить у нас вот этот качественный ой почти французский аромат сколько двести долларов да это без налогов как в duty free так а вот это я так понимаю набор юного химика нет это вкусный качественный швейцарский шоколад женщина эту гадость можно давать только изи чего потому что он не долг не возвращает верну я вам долг ну только не травите меня умоляю не буду мы бы вам посоветовали купить совсем другое изичка покажи пожалуйста вот эти замечательные прекрасные почти натуральные конфеты сколько всего 200 долларов конфеты ну это же натурально что хватит я могу идти можете если не хотите оформить скидочную карточку то можете себе идти куда хочу кошмар видите яшенька наш бизнес таки работает ну немножечко работает но я не хочу вас расстроить но те люди которые берут взятки таки зарабатывают намного больше яшенька мы зарабатываем меньше но дольше на краих ой Нет. Ну-ка, дай-ка мне майонез. Мне запить надо. Держи. А я перешла на 15-процентный. Здравствуйте. О, доктор, что-то ваши таблетки для похудения не действуют. Да. Ну, чего творить? Ну, что? Что-что, полдник у нас? Колбаски хочешь? Какой колбаски? Вы на диете. Ничего страшного. Я, между прочим, перешла на 15-процентный майонез. Какой 15-процентный? К вам вообще этого нельзя. Ничего страшного. Завтра вместо двух килограмм скинем сразу пять. Вы это с первого дня говорите. А сами поправились тут на десять килограмм каждый. Да хорошо, доктор. Завтра перейду на десятипроцентный, если хотите. Ну, неужели вы не понимаете, что все это делается ради вас? Что это делается? Эй, так все. Мне он уже не нравится. Пойдем, Клава, пойдем. Пойдем в другую больницу. Никуда вы отсюда не уйдете. У нас свободная страна. Мы что хотим, то и делаем. Ясно? Да, да. Но в этой свободной стране для вас слишком узкие двери. Мы пиццу закажем. А мы их не пустим. Они нам в окно закинут. Они закинут. Восьмой этаж. Ну и что? А они на квадрокоптере. Ясно? Да. Ах так? Ну, вы сами напросились. Все. Неделю никакой вредной пищи. Зря ты так, доктор. Зря. Вы мне еще спасибо скажете. За что? У нас, между прочим, по расписанию сейчас ужин должен начинаться. А знаешь, Коля, если сощурить глаза, он мне на штрудель похож. Ага, точно. Яблочный. А мне на соседскую. Жаль, только маленький. Да, быстро закончится. Но ничего. Ага. 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 Ушел. Смылся. А можно я съем твои тапочки? Ешь. Иди давай. Иди давай, я сказал. Странное у тебя последнее желание. Вот что ты ездить так медленно не научился, как ходить? Давай. Послушайте, а давайте я свою машину продам и вам деньги отдам. У меня фара стоит столько же, сколько твой «Жигуль». Тем более, он поцарапанный. Чем могу вам помочь? Вызовите, пожалуйста, полицию. Простите, я не расслышал. Что вы сказали? Пиво мне. Самого вкусного. Ага. Ага. Да, конечно. Вот. Пожалуйста. Если можно, два бокала. А ты не охренел? Это не для меня. Это для вас. Чего? Ну, поймите, я же не алкоголик, чтобы сам пить, а желание последнее. Эй, бармен, ну-ка выпей с ним. А, 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 мне нельзя. Я на работе. У нас камеры, все снимают. Камеры? Ну, пожалуйста. Это же последнее. Ладно, давай. Ага. Ну, все, поехали. Ну, подождите. Ну, я хотел с вами чокнуться, а вы так выпили. В своем случае можно и не чокаться. Нет, подождите, я пока живой. Ну, пожалуйста, ну, это же последнее желание. Можно еще один бокальчик? Давай, повтори. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну? Ну, опять вы... Что? Не чокнулись. А, черт. А ну-ка, повтори. Еще один. Ну, будьте внимательнее, пожалуйста. Сейчас. Это же последнее желание. Да я помню. Пожалуйста. Чокаемся. За здоровье. За здоровье. За здоровье. Ну, что, поехали. Ну, как куда? Ну, как куда? Вы же сами сказали. В лес там и... А, нет, нет, нет. А, нет, нет. Погоди. Никуда мы не поедем. Мы тут останемся. Вы что, хотите мне прямо здесь, что ли? Ты дурак, что ли? Да не буду я тебя трогать. Ну, с кем не бывает. Да любой, любой мог ударить Бенкли-континентальный суперспорт. ЧТ, правильно? Ну, правильно. Ну. Это что, получается, вы меня не убьете, что ли? Да нет, конечно. Я вас поздравляю. У вас в нашем баре 30% скидки сегодня. Что, что, какая скидка? У нас акция для именинников. А, я так понимаю, у вас сегодня второй день рождения. У кого? У тебя днюха, и ты молчал. Ну-ка наливай. Так, я тебя поздравляю. Ты классный мужик. Я тебе дарю. О, Бенкли-континентальный суперспорт с ЖИТИ. Только там фонарь задний какой-то придурок разбил. Да ничего страшного. Ну? Вы знаете, я знал, что пиво сближает. Ну, что, настолько... Ты что, как? Давай, 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 бармен, себе на ней днюху будем праздновать. С днём рождения! С днём рождения! Нет, у вас не может быть претензий, потому что у меня депутатская неприкосновенность, то мы поедем. Ну, претензий нема, я только вопрос. А что-то вы пересели на это ноу-хау? Неужели антикоррупционная программа заработала? Типун тебе на язык. Просто у нас сейчас неделя Европы, а все чиновники Европы уже пересели на велосипеды, вот мы и крутим педали. Ну, так вы на этом здоровый образ жизни пропагандируете, а вы вон виски с колой глушите. Так кола же диетическая. А, ну-то да-да. Витенька, поехали уже быстрее, а то от этого поста дурно пахнет. Аполлон Андреевич, был затяжной подъем, я слегка перестарался. Простите меня. Витенька, я тебя простить не смогу. Пускай я тебя дольче и габбана обращаю. Да, 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 да. Так и что, получается, целый тэждинг будет крути педали, пока не дали, да? Сейчас, режешь, журналисты все отфоткают, интервью возьмут, и обратно я уже буду возвращаться на своем В-12 битурбо, 560 км. Витенька, поехали, а то мне нужно еще заехать в СПА. Нужно что-то сделать с лицом, потому что меня от этого ветра прям сушит всю коробку. Как скажете, я по вам речи. Поехали. Ну-ка, потолкни. Ой, что за запах? Ой, зума вони посходили з целью Европою. Это, если все на велосипеде пересядут, то мы без денег остаемся. Вообще про людей не думаем. Куда ты стоишь под воду иди? На троих. Где ты стоишь под воду? Продолжение следует...